итак дамы и господа продолжаем наши мануальные эксперименты где 3 по мануальному по мануальным техникам и вот жалуется человек что у него одна нога оказалась короче давайте проверим так ли это или нет соответственно прежде всего сравниваем вот эти вот косточки внутренняя часть лодыжки и видно что вот это надо на один сантиметр практически почти сантиметр она выше сравниваем по пяткам пятки тоже нет сверху сверху с ними отсюда отсюда вот видно что вот это сюда уходит да это выступает то есть вот эта нога явно длиннее чаще всего это бывает за того что повернуты тазовые кости кажется что они скреплены жестко на самом деле они имеют подвижность относительно крестца соответственно вот если таз у нас вот так вот стоит за будут крестец с ногами вот ноги например да пошли то есть у тазового кости например развернулась одна вот сюда вперед до на дослу длиннее видно да это соответственно выше под него ногу крестец при этом тоже поворачивается вот так для этого давайте проверим тазовые кости будут воздушные кости на одном или нет сейчас вот это заметно но сейчас он станет да мы посмотрим еще раз но пока при первичной пальпации уже кажется что вот это воздушная кость выше чуть-чуть ну тут не видно будет вот если симметрию провести товарища выше давай попробуем теперь вот ноги оставляем на месте садись на попу остаются если при таком положении они выравниваются чуть выровнялись когда за косточки вот видно да они когда рядом значит это на это у меня не анатомически нога длиннее то есть нет природы и пятки смотри и пятки выровнялись да теперь ложись обратно вот и сразу смотрим пятка видишь опять ушла обратно и и это вот короче надо стало но какие причины почему разные могут из детства до войти но самое главное мы выяснили что это получается не от природы анатомически сам организм так выстроил что ему удобнее организму кажется он капец санатор на себя исправил и подсознательно кажется что он так ровнее стоит на самом деле вот проверим еще стоя пожалуйста камере конечно смотреть на раздетом человеке ну вот прежде что плоскостопие смотрим она симметрично и одинаково здесь кости ровно стоят до коленки ровно так спиной домой вот станет обычная вот видно сразу что вот это плечо выше пошло и чуть мышцы короче метод диагностики сразу смотрите как может все проверить здесь плечо длиннее как получать ведь шея чуть-чуть лучше сделан туда так он ровно больше на камеру дали так и глава шея чуть-чуть наклонена вот сюда проверяем тасс прежде всего вот эти вот ямочки смотрим но они незаметно явно поэтому попытаемся их пометить сейчас фломастером да чуть-чуть приспусти ну можно на всем нажать на тут видами буду вот одна ямочка вот вот уже видно пусть позвоночника идет ведь сложность электрично потом это кажется ниже даже за и вот этот треугольник получается не может сырой немножко получается кривого туда повернута о чем мы собственно говоря и говорили теперь попытайся вот плечи сгибает вперед было наклоняй и вот продолжаем метод диагностики но во первых мы по методам пальпации там уже можно все проверить да и посмотреть где куда ушли позвонки немножко сдвинуться все позвонки должны быть поединены одной линии ну а давайте нарисую или вот видно один позвонок чуть-чуть не пропирается сейчас он еще больше нагнется нагибается чуть-чуть вот чуть-чуть свистов и под прицелом как будто мы помещаем смотрим на позвонки видим что вот на самом деле воздвинулся бугры и реберные на одном уровне оказались на самом деле сколиоза нету сгибаясь еще чуть чуть ниже смотрим дальше то есть он бугры на одном уровне да как прицел вот так можно уже прощупать остальные позвонки вот чуть-чуть сдвинуть уже сползли ведь и находились здесь когда он огнус они сползли но зато видно что что-то похоже на склюз получается вот не совсем ровно да идет большими изгибами нагибается дальше чтобы были чтоб касался стоп касаешься да вот вот этими пальцами проверяем нажимаем здесь вот вроде сейчас ровно сейчас ровно видите когда он сидел тоже было ровно да теперь выпрямляйся медленно а вот тут и вот тут мы видим что-то сдвигается начинает двигаться чего примесь он наш куда взялся теперь нагнись а вот тут управляется вот стал вот тут он ходит видите все выполняйся это значит что крестец движется вот тут вот это сочинение мы плавающие нам нужно будет кусок поддушное сочинение сейчас исправлять и вытягивать вот эту ногу вот это бедро если оно пошло назад посмотрите кисеть вниз да и логически что бедро пошло назад запрокинулась вот а это бедро нам надо будет тогда тянуть назад вот это вперед вперед и вытягивать ногу так ну давайте на этом остановимся как бы дальше мы будем проверять посмотрим что с этим можно сделать значит тогда ложись обратно стол головой ногами в сторону делаем все приемы помните да что тут нам поднять допустить делаем приемы те которые мы делали с ногами вот мы вот этот вот реберном ой выпуклую часть воздушной кости стараемся отвести в сторону и вправить ее вот туда инцид на гуку же вот туда а здесь нам надо вправить а здесь нам не надо вот стом управлять вот как еще можно вправить можно положить его на что-то жесткое чуть прошили ноги это понимка сгибаем вот нас открывается вот это вот крестцово-воздушная осуществление она вышла вперед вы куда мы его фломастер стерся я думаю просто видно там мы его должны достаточно с силой продавить вот так так щелкнули у меня же у тебя вот то есть мы надеемся что как вот она туда ушло да теперь переворачивается на спину стереть получается вот эту ногу нам надо тянуть вверх это назад для этого мы должны расслабить внутренние мышцы которые находятся под брюшиной то есть от пяти позвонков раз два три четыре пять поясничных идут мышцы внутри они выстилают пояснично-подвздошная там мышцы они внутри высылают эти кости и не крепится к их ноге вот здесь еще не здесь вот там внутри там просто такие места куда тяжело достигнуть достать для этого мы их расслабляем через брюшину вот воздушную кость стараемся не касаться тут лимфа узла еду до чтобы они сильно не давить немножко набираем ткани и вот туда продавлю ну ты сейчас поел плотно да вот чуть-чуть забираем больше ткани и туда глубже продавливаем любима вот но к сожалению он плотно поел тут мы не сможем хорошо продавить просто покажу как это делается долгим нажатием можно с небольшой вибрацией продавить и такой степени что расслабиться именно те мышцы которые нам нужны и с этой стороны соответственно тоже потом проверяем насколько могла походит сторону здесь хорошо выпрямили ногу поцелуй подняли вверх поцелуй поднялся в три сторону и поцелуй поднялся развернули вот держи и я повторюсь на нее нажать вниз держит она и хорошо эти мышцы с этой стороны работают теперь с этой стороны 40-20 вверх 40-20 в сторону да и развернули держи держит нас определяется больше как перекручивается весь наш проблему на самом деле в этих мышцах с этой стороны решение нам надо было больше расслабиться мышцы здесь это такой метод лизинга то есть мы даем и там на фасции попадаем потихонечку они отпускаются проверяем эту ногу сюда когда можем сделать мануальный прием уперевшись в это подвздошную кость здесь мы ее это мы будем работать на крестцово-подвздошным сочинением там на самом деле там может произвести щелчок таким же способом мы ее раскачиваем на выдохе если больно нажимаете да постарайтесь положить гремель под рукой кости между своими мягкостью ладони лежал когда он с этой стороны можно положить на колено вот сюда да вот они вот эти мышцы перенапряжены тоже угодно вот их тоже можно промассировать массировать с ними тяжело таких интимных зонах находятся поэтому мы просто продавливаем и расслабляем этого лизинга расслабляя их стараемся тянуть противоположные концу вечера за счет заговариваться прислаживаться звук воздушную кость противоположную сторону ну все это надо делать достаточно притер на минуты две три четыре пока не стоит расслабление но тоже чувствует до наступает могу хороший теперь здесь если нога пациента не позволяет лечь на это не достаточно расслаблено не позволяют далее лечь сюда тогда можно предложить например свою коленку либо подушку чтобы вот эти мышцы раскрытия они расслаблены 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 еще больше вот здесь не цифры расслаблены так и больно на растяжке дыши 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 а вот уже пошло движение вот здесь все чувства как вот это бедро уходит туда назад теперь вот эту ногу нам надо поясничек весовое сушенение расшатать сам еще не делаем не помогай быстрыми движениями расшатываем сюда осаживание человек поел не сможем вот один прием выдергивания и второй прием когда мы заболем за всю тему то есть также расшатываем после этого берем с этой стороны снимать меня ну который длиннее прямой делаем прямой выбираемся свою подвздошную кость а эту ногу за стопу начинаем вытягивать этого вот эти вот суставы грустной может ладошки со скручиванием всем корпусом да и чувствуется до конца массировали к сожалению с первого раза не удалось после это дать на какой нибудь рвакс вот поясница вот осталось на месте да но не совсем походит на 5 на место не надо стоит они у него выравниваются вот все равно и пятки то есть да вот с этим коротким манипуляциям у нас не до конца это получилось но самое главное чтобы вы поняли непосредственно технологию с чем работать некоторые маневры вы методом пальпации начнете больше и глубже ощущать уже в процессе работы ваши пальчики будут чувствовать ну я просто демонстративно да не делать долго это мы все побольше по 5 минут на каждую часть вот эти мышцы на пути уделять и соответственно может быть даже не за первый сеанс но сможешь таких методов у меня получалось даже три сантиметра разницы вот такие ноги выравнивать их человек потом даже будет после первого раза до человек потом даже встает и говорит блин вот так удобно ставится так неудобно и может непривычно конечно привык к такому неправильному положению он даже себе есть брючу на одну подшивал и под пятку в ботинок всегда подкладывал там дополнительный каблучок ну вот берись на вооружение если знать больше и подробнее что мы будем делать с человеком как будем выравнивать ему тазовые кости и ноги да тогда записывайтесь на наши тренинги к олегу Аллафугудвину он вас всему научит до новых встреч ставьте лайки